Добрый день уважаемые трейдеры, с вами на связи Кухта Виталий, сегодня мы сделаем обзор по рынку, мы сделаем несколько инструментов, основных которые мне интересны на сегодня, это евро-доллар, доллар-иена можно взять, также интересный момент по доллар-франку, это аналогия с евро-долларом в принципе, и S&P 500, также затронем биткоин, обсудим то, что было в прошлый раз, Итак, давайте начнем с евро-доллара, здесь довольно такая ситуация пока возможна для трейдинга, давайте вспомним, что мы говорили на прошлой неделе, пятницу, я говорил, что есть два момента по евро, вот у нас пятница, мы здесь торговались, я говорил, что есть вариант уйти вниз, с текущей пятницу, с целью 1.10, мы эти цели сделали, или второй вариант, пойти на небольшую коррекцию и уйти вниз, мы пошли по первому варианту, что сейчас у нас, сейчас довольно такой момент, мы можем по евро, как уйти с текущих в шорт, цель в район 1.09.90, пробить эту цель, закрепиться ниже и уйти еще ниже, это первый вариант, но я с текущих, скажем, шорт достаточно сложный, почему, потому что здесь цену сегодня поджимают, и эта сделка с довольно большим риском, могут ее выкупить, скажем, вот по такому формату, достаточно сильно сегодня вот так, и уйти наверх, поэтому, чтобы не рисковать, я могу вам посоветовать, продавать евро, в двух моментах, первым момент, это, если мы сегодня, допустим, там уже с понедельника, пробьем уровень 1.09.90, и после закрепления ниже, искать точки входа на шорт, это первый вариант, второй вариант, если будет сегодня, возможно, какой-то ложный пробой уровня 1.10.40, закрытие ниже, и с понедельника мы цену, скажем, проторгуем, то, возможно, такой вариант, скажем, но это пока сложно, я, скажем, сам сейчас на рассматриваю, здесь возможный достаточно рискованный шорт, но, скажем, есть один момент, который, ну, как я уже сказал, который меня смущает, вот такой формат, скажем, проторговки данной, поэтому более надежный шорт ниже уровней, это, во-первых, почему, потому что существует вариант, вот, по евро, у меня вот такой достаточно мощного ланга, вот у нас есть вот этот уровень 1.10, и мы можем уйти вот так, и уйти глобально вверх, секущих, даже секущих, да, если кто-то там, скажем, по каким-то своему видению видит лонг по евро, то, в принципе, здесь также присутствуют достаточно такие важные моменты. Я, кстати, вот, почему такие разные варианты я сегодня даю, потому что на рынке есть моменты, когда вероятность есть, приближается хотя бы в районе, там, 80%, да, куда рынок пойдет, есть рынок, когда 50 на 50, есть логика и шорта, и ланга, да, потому что на текущий момент есть логика и лонг, и шорт, да, а есть варианты, там, допустим, вероятности 20-30%, такие не нужно торговать. Почему я не делаю, допустим, вот, я видел там комментарии, пишут, а почему я там не сделал обзор по этому инструменту, этому, этому, ну, там, допустим, прошлый раз читал комментарии по канадскому доллару, там, еще по этому, потому что нет смысла делать обзор по инструменту, в котором вероятность в районе 50% или даже ниже. Почему я взял сегодня евро? По евро есть интересные моменты, которые возможно проследить и, скажем, в том или ином формате его проторговать. Я, кстати, думаю, сегодня или там уже с понедельника на своем сайте кухтакпитал.ком, я, там, кстати, в описании есть ссылка на сайт, я сделаю публикацию этой статьи по поводу вот этих вероятностей, что нужно торговать. Я уже советовал, кстати, прошлой статьи почитать, там также были моменты по поводу того, что нужно торговать те моменты, которые более вероятны, потому что можно, скажем, даже любой новичок может вот здесь, там евро где-то купил, где-то продал, все пошло, да, все отработалось, но, скажем, это рано или поздно заканчивать. Так, это что касается евро. Дальше. С евро могу, скажем, обсудить и доллар-франк, в принципе, аналогично, так как я сказал, евро возможностей текущих шорт, но этот шорт достаточно рискованный, он более надежный будет после того, как ниже уровнем 109, там 90 и по франку аналогично. Я вчера ожидал лонг, но дневка закрылась не так, как я хотел и сегодня вариант лонг аналогичный по евро. Я бы подождал, чтобы у нас дневку так хорошо выкупили и закрылись вот таким образом, если сегодня пятница вот так закроется или еще выше в этом районе, то в таком случае у нас будет возможность хорошего лонга. Могут еще сегодня немного, скажем, скинуть и уйти вот так наверх, да, закрыться. Тоже вариант с лонгом хороший, то есть где-то в районе внизу можно покупать, но если мы будем пробивать вот этот минимум, если мы закроемся, скажем, сегодня, это аналогично, как по евро, существует достаточно большая вероятность в евро, как я сказал, лонг и по франку шорт. Ну, там уже нужно будет смотреть, возможно, какие-то моменты я буду пересматривать, пишите в комментариях или в личку в Facebook, я смогу дополнительно ответить. Что касается франка, дальше интересный момент, есть, так же, как я сказал, по доллар-иене, как раз у нас достаточно такая дискуссия получилась с учениками по поводу, куда пойдет доллар-иена. Некоторые, скажем, я вначале просматривал лонг, но он возможен, скажем, в текущих, но я бы больше даже эту сделку отнес 50 на 50 и, возможно, даже с перевесом в шорт, с текущих, со стопом, скажем, небольшим, ну, здесь, скажем, стоп сколько, 25 пунктов за вот этот хайп. То есть мы можем уйти достаточно сильно вниз. Вариант, если мы, скажем, закроемся выше уровня вот этого, 109-20, то не исключаю сильный лох. Поэтому мне не нравится вот эта комбинация вот этих свечей, поэтому я бы даже сказал, что здесь формирует какой-то шорт. Почему? Ну, в принципе, вчера хорошо выкупили таким пин-баром, но аналогично могу перейти сразу на инструмент S&P 500. Сейчас секундочку. Вот. S&P 500 аналогично вчера выкупили пин-баром красиво вверх, но, скажем, не исключаю вариант, аналогично как доллар-иена с текущих шорт, а так и с текущих возможен сильный шорт по S&P 500. Если у нас вот это был сильный, скажем, истинный импульс, то сейчас есть неплохие возможности зайти в шорт на сильную, скажем, на более глубокую коррекцию по S&P 500. Напомню, что прошлую пятницу, когда S&P 500 торговалась на хаю, я сказал, что здесь нет сильных паттернов, но есть возможность небольшим объемом зашортить S&P 500. Я приводил там несколько примеров, почему индекс страха показывал возможность снижения S&P 500, данные о перекупленности на рынке, поэтому сейчас я, скажем, стою в ту же сторону. У меня есть продажи с хая, они без убытки. Сегодня, возможно, будут открывать дополнительные шорты с небольшими стопами и рассматривать на более глубокую коррекцию по индексу S&P 500. Поэтому такие моменты сегодня достаточно щепетильные по рынку. Есть возможность поторговать, но вот эти все моменты пока на текущем это 50 на 50. Возможно ли рост по индексу S&P 500 это просто скинули и мы сейчас пойдем снова на перехать? Да, конечно, скажем, это рынок. Всегда нужно подходить к рынку с тех, скажем, побуждений, что рынок может уйти в любую сторону и всегда нужно соблюдать риск-менеджмент. Даже в прошлый раз, когда скидывали, в декабре индекс S&P 500 достаточно неплохо, но его сразу откупили. Сейчас тоже откупает, но не так сильно, удерживает пока уровень ДЕПа, который был у нас на закрытию прошлой пятницы. Поэтому и иена, и индекс S&P 500 достаточно сильно похожи. Я бы сказал, что, возможно, рискованные шорты. По иене чуть мне больше нравится, но, скажем, по S&P 500 тоже не исключают. В принципе, иена как инструмент хеджа, если уходят с индекса S&P 500, покупают там иену, могут покупать золото и так далее. Так, ну, давайте еще пройдемся по биткоину. Что у нас было интересного, что у нас есть. Напомню, в прошлую пятницу цена торговалась ниже уровня 8 450. Я говорил, что все, что ниже уровня, возможно, шорт. Выше уровня, лонг. Идея с шортом не сработала, скажем, цена закрылась выше уровня, и мы хорошо осцедлялись и перебили вот эти хайи, которые были в районе 9200. Поэтому сейчас на данный момент точек хода каких-то нету по биткоину. Возможно, какая-то коррекция скажем, по данному инструменту. Если будут хорошие заходные импульсы вниз, то на коррекцию возможно добавляться на коррекцию и с дальнейшим ростом. Потому что я говорил, что в принципе, как уже сказал, еще с прошлого года, с декабря, что я вижу, что вот это все накопление, это идет коррекция и, скажем, мы уйдем в район 1.14. Ну, скажем, должно уйти, возможно, еще больше. Возможно, где-то в район 15, 17, 20 тысяч. Но это такие уже более давно срочные цели. Поэтому сейчас ждем какую-то коррекцию, потому что мы уже достаточно неплохо отросли на этой неделе. И желательно такие на коррекцию. Так. Это пока все. на сегодня. Поэтому, как уже сказал, вот эти все моменты на рынке достаточно тяжелые. Нужно учитывать. Если будут вопросы какие-то, пишите в комментариях. Там я отвечаю по возможности, когда захожу на YouTube канал или в личку на Facebook. Всем спасибо. С вами был Виталий Кухта. До новых встреч до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok